Не знаю, приятный город Ташкент, нужно немножко привыкнуть к движению на дорогах, они такие резвенькие, пробки там местами, все-таки столица, пробки местами, но позитивный город, мне нравится. Напоминаю, мы двигаемся в один из центральных городов Шелкового пути Самарканд, 312 километров до города Самарканд. Я думал, что тут уже зеленее, как бы у них, но пока зелени не очень много, хоть и было плюс 30, но солнышко очень жаркое, такое суровое, жаркое, но на улице прохладно, сейчас 11 показывает Тойота. Красивый городок, повсюду убирают. Полиции повсюду много. Узбекистан в мире на четвертом месте по добыче золота. И возможно, завтра мы заедем на золотой рудник, возможно, посмотрим на него с высоты, если пустят, непонятно, как у них тут с разрешениями на это все. Да, очень много новых зданий, все в стекле. Красивый Ташкент. Как-то такой душевный все-таки. Особенно, когда покушал плова, Ташкент становится еще более душевным. Друзья, ну как вам Ташкент? Напишите в комментариях, вы проехали со мной по Ташкент уже километров, не знаю, может 10, больше. Уже есть какое-то впечатление. Для меня только позитивные впечатления. Красивый очень город, мне нравится. С движением немножко нужно вникнуть, но в целом город очень красивый. Флаг, с которого все начиналось у нас утром. Я тут пешочком немножко прогулялся. Погулялся. 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 Радиhy Горяков. Радиhy Горякова. метро в ташкенте есть причем я читал где-то что метро запрещено снимать я хочу в предпоследний день зайти с маленькой моей камеры метро поснимать посмотрим что с этого получится предположительно стадион ташкента на какой-то футбольный или может у них какая-то другая популярная игра мили стадион как для футбольного что-то вроде за маленький верно футбольный два с половиной долларов кфс только что был этот рекламный плакат в кфс стоит комплекс картошечка бургер кока-кола такая себе цена видите очень много знаков камер очень много то есть я такого давно не видел хорошо что предупреждают то есть стоит от знак камеры и вот сейчас сами камеры предположительно я не знаю вроде как ехать говорили не больше 70 нужно нужно только что мне чуть матис не въехал в у них какая-то интересная привычка проскакивать на светофорах они все резвые и я на моргающий зеленый уже как бы приостановился повсюду камеры знаки не хотелось нарушать и тут я слышу сзади несется причем там расстояние было ладно я типа проехал проехал бы на моргающий зеленый а чего бы проехал на красный тут сзади слышу тормоза матиза я отпускаю свои и подъезжали на метра полтора на заправке 6200 стоит 92 6591 узбекский это 0 6 доллара где-то топлива идет 95 нету карты в узбекистане пробую выехать карты тут они не особо пропускают все типа успевают про вскакивать карты в узбекистане принимают принимают узбекские визы и так далее не принимают так что ну может где-то принимают на заправке только что посмотрели что карта не не узбекских банков сказали нет вчера в аэропорту я хотел снять наличку тоже сказали нет как-то так двигаемся 297 километра мне до самарканда сейчас у нас 12 часов а часы отстают 12 20 у нас на часах и 300 километров тули машину них конечно тут много город ташкент сам по себе показался мне таким ухоженным богатым чистым хорошим по скоростному режиму очень много камер как я говорил чуть раньше это парковка возле кого-то торгового центра ведь едем мы по пригороду как я понимаю ташкента вы из города такие микро рыночки куча людей собрались весна хоть и было в минус 18 пару дней назад ухаживают за деревьями местные листиков пока нету эти местами еще снег не растаял интересно плюс 30 а потом бац и минус 18 и они как бы к этому ну не сильно готовы вот так выглядит среднестатистическое поселение недалеко какой-то чемом ссор недалеко от ташкента километров 20 на трассе ташкент-самарканд ну не показатель пока ну так для информации не показатель так как видите повсюду эти все заточенные под дорогу под путников так сказать разные лавки вокруг конечно идут все время сады которые как сказал мальчик который сдавал машину что возможно фрукта в этом году чем анзор закончился можно чуть-чуть быстрее ехать друзья я посмотрел с узбекистана нужно привозить не тюбетейку я снимал на видео с самого начала тетки ходили с такими кепками с большими козырьках не интересными такими пананками повсюду как бы только что женщина на ослу каком-то ехала и тоже была в такой кепке блин тяжело говорить поел плова такая тяжесть приятная чуть стало меньше машин бесит что непонятно какой скоростной режим вроде 90 100 можно ехать меж машина дурная только начни на них тулить я кстати задумался чем мне на память как как-то так смотрю на вот эти деревья такие тоненькие высокие не знают тополе это что я ну не могу сказать наверное тополь и фильмы разнообразные про афганистан про именно вот этот регион там все время на каких-то там пейзажах идут вот такие деревья это как бы еду я понял откуда я как бы эти места своего рода знаю ну вот видите вот слева сейчас просто листиков нету они не сильно как бы контрастно выделяются но все равно как бы понять можно что про что я говорю пока местность такая куча огородов сельскохозяйственная а завтра бот кизылку пустыня не скажу что это вот вау 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 но очень мало фотографий именно той дороги где мы будем ехать и наверное вместе с вами посмотрим и еще немножко дорожных кадров а то мне скучно ехать нужно что-то делать сейчас стану спрошу у кого-то скоростной режим камер много повсюду мне чувак говорил что в населенке до семидесяти на трассе до 100 повсюду над дорогой продают водичку так мило не знаю пока нравится не хватает конечно зелени но я так подумал что сейчас такой как бы я в таком как бы интересном регионе что в марте месяца не хватает зелени пару недель апреля зелень есть а потом наверное бац и все высохло на жаре так что непонятно у них на газовые заправки видите справа очень большие очереди причем вот это еще небольшая на выезде с ташкента было там я не знаю наверно километр еще до заправки сурово жена сегодня ночевать не жди я поехал метаном заправлюсь вот такой суровый узбекский юмор проезжаем речку сыр дар я одна из самых больших рек центральной азии мост через реку сторон сидят как египте какие-то как блокпосты на мосту какое-то предприятие сет сыр дар я что-то что-то над дорогой продают большущую рыбу с речки сыр дар я тут живая рыба как я понимаю так левиша сейчас нужно разобраться куда нам ехать на самаркан ой какой знак или вишина еще светофор камазики лошадь вспомнилась меня сегодня наверное раз что назвали братом так мило эй брат посмотри брат посмотри кайфую от этого акцента поселение сыр дар я проезжаем навстречу поехала полиция сопровождает автобус какой-то проезжаем поселение сыр дар я ну как бы показать быт на трассе узбекистана зело очень много ездит 18 градусов встала температура сейчас где-то два часа пол второго ну как раз самый пик как бы жары 18 градусов отходит узбекистан после морозов здесь растаял уже снег немного сонное у меня настроение мало я спал наверное часа 3-4 спать хочется выпил я где-то 2 по 0,5 гранатового фреша покупал по 15 тысяч по полтора доллара фреш ну такой относительно даже вкусненький потом после выезда с города с ташкента стояли продавали думаю это позже позже еще куплю и пока не видно хочется попить что-то какой-то кока-колой водички не хочется обычной хочется что-то модное смехнее может кстати зайду сейчас ай может сейчас зайду в магазинчик куплю какого-то комфотика в узбекистане я что-то почти не видел мечетей хотя сегодня с утра я лег спать где-то в каком-то возле какого-то дома каких-то домов на какой-то парковочке дворовой и в 5 утра традиционно я не знаю какое время где-то наверное было 5 утра традиционно включилась мечеть где-то поблизости и меня разбудило а самих мечетей как таковых ну мало здесь в Турции очень много там там в других странах мусульманских очень много а здесь как бы я пока как-то проезжаешь села и ну как бы в каждом селе должен минорет мечети как-то выглядеть издалека его должно быть видно а здесь такого нету чайханы есть кабакову много каких-то шашлычек ну как бы с едой у них наверное проблем не будет ну именно в этом регионе ну может что на трассе люди как бы голодные останавливаются какой-то как рыночек и строится огроменная мечеть то что я говорил но здесь строится а вокруг не видно 100 километров я от Ташкента проехал было 314 осталось 214 такая себе дорожка и машин много не сильно нравится нет дорожка местность сама красивая но дорога вот эти все ямы бесконечные непонятные знаки как-то напрягает не хватает зеленых красок зелени мороз помешал развиваться весне продолжаться и как бы такая полноценная весна будет наверное только через неделю когда я буду езжать вот сейчас 18 но через два дня опять будет где-то 2-3-4 тепла такое я повернул сделать определенные дела в сторону коток и шлачка и сейчас пару кадров с какой-то узбекской деревушки на трассе где вообще с дорогами триндец-триндец ездят только на ослах ну да веселые дороги у них хатки такие ухоженные в одном стиле как я люблю сильно далеко не буду заезжать а то еще далеко тулить самарканда на улице ужасный ветер окно не открываю все руками делают смотрят на моего прадика такими большими прибольшими глазами ну что еще по этой улочке проедемся чуть-чуть и дальше зайдем сейчас в гастроном купим водички и едем назад можно с газом вода который газ справа права да 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 2 газом керте пойдет? да пойдет газовый? газовый, да пара штука, да? да, 2 еще? да все да не, не надо машина, да? да по 2 тысячи 4 4, да а в самарканд едут в самарканд едут в самарканд? да, в велике? не, машина машина за что? заехали, да? да мне интересно туристы или что? да, спасибо откуда вы? Украина украина ага спасибо вам а какие зарплаты в селе что делают? ну в основном люди тут работают или уезжают? не, почти не, нет где-то около 10% уезжают а куда? в Россию? в Корею ну остальные здесь это как вам это объяснить? деканчили а сколько где-то в селе зарабатывают люди? в месяц где-то средний, да? ага где-то учители 2,5 тысяч тысяч миллиона получают ну некоторые 2,5 миллиона 2,5 ну это хорошо а некоторые 500 тысяч 600 тысяч а ну это уже на ну 2 получают люди, да? по 2 миллиона да, да, да работать много нужно, да? да, да, работать надо, да самое главное работать надо ну в Украине в селе тоже где-то 2 миллиона получают те, кто работают так нет, 2 миллиона там украинская на этом не, ваших, ваших ну 200 долларов 200 долларов, да, да, да 2 миллиона то есть тоже где-то так получают? ну некоторые, кто так как получают? ну дороги у вас плохие, а так хорошо, в принципе нет, в принципе, нормально нет, люди хорошие, а дороги я не понимаю, почему нет, дорога, не знаю откуда поехали? сашкент оттуда? ну оттуда оттуда если оттуда выехать, то еще хуже да, нет, я не говорю здесь я говорю по трассе по дорогам даже в этом в Ташкенте плохая да, да, да плохая и как-то непонятно вроде и город город очень такой красивые дома стоят в Ташкенте нет, Ташкент мне очень понравился я много чего видел Ташкент самарканд лучше самое главное Ташкент самарканд лучше сам это красивый город понял ну, спасибо, буду ехать спасибо ну, кто как живет, да, короче кто-то работать будет будет получать ну, у нас тоже, да кто работает тот и бот что-то заработает счастливо счастливо до дороги остановила только что полиция как бы на проверку документов потом смотрит у меня магнитола ну вот посмотрите вот, посмотрите у меня магнитола пионер и полицейский посмотрел и сразу ко мне есть типа документы на магнитолу что она вписана как бы куда-то там документы я говорю, я грибу я типа не владелец я турист взял машину в прокат он давайте сейчас машину на штрафплощадку заберем будем разбираться я быстренько позвонил владельцу машины вот опять что-то какой-то злой город полиция а дальнебойщика что-то будет спрашивать я быстренько позвонил владельцу машины и говорю что такая-то типа ситуация меня остановили говорят что с магнитолой там что-то не то типа возьми пообщайся даю ему телефон он как бы сразу быстренько взял трубку что-то он ему повторял типа отдает полицейский мне документы говорит что больше так не делайте все последний раз предупреждаю типа едьте то есть за то что магнитола стоит не заводская а стоит как бы пионер который не заводской машину хотели забрать на штрафплощадку вот так так уточнил я в полиции что семьдесят от населенки сто за городом главное теперь не пропускать видели какой-то а не видели главное теперь не пропускать где населенка где город у них знаки такие какие-то невнятные как-то так дулим что-то продают корицу или что не могу понять или сухую дыню наверное стану спрошу здрасте а что у вас есть дыня а сколько стоит сколько стоит это 3 штук 10 тысяч за 3 это 3 штук 10 тысяч это 10 тысяч одна вот так нормально как надо а что так дорого дорого нормально сколько штук надо одну давай вот сколько одну попробуй одна да теперь вот спися одну здесь там я не уверен да все спасибо спасибо всего счастливого купил я сушеную дыню такую плиточку батончик такой большой за 10 тысяч сумм где-то доллар он еще маленькую плиточку дал в подарок да собирали я по чуть-чуть разные вкуснюшки видите как тут стоят по трассе продают дыни повсюду ну этих мы уже покупать не будем дыню купили может дальше что-то будет что-то интереснее денежку сразу разменивают блин выстроились конечно ребята такую же витруга на улице такой что просто триндец еще конечно какие-то у них как типа блокпосты не знаю что там есть кто-то сидит не сидит с одной стороны что-то проверяют тенечки а получается в тенечке полиция стоит и проверяет машины удобно над дорогой рыночек посмотрите дыни висят в каких этих штучках то есть они получаются дыню заплетают наверное наверное с этой стебля на которой дыня растет делают как такой не мешочек а такой как крепление для дыни не знаю как правильно выразиться немножко сонный и вы несете дыню за ручку удобно регион дынь проезжаем витруган конечно такой ужасный погода ломается но температура показана 20 градусов что интересно 21 градус и ветер такой что просто на улице все сдувает появились первые знаки с показателями скорости я выехал на дорогу 110 автомобилей 100 фуры и 148 километров не до самарканда вокруг большущий ветер и степь такая на много километров ровненько как видите 110 скорость вроде как машинки уже быстрее едут дорожка такая местами вот как видите ямки очередная страна очередной какой-то своего рода ребус с маршрутом я захотел доехать до воды аральского моря ну и как бы ради этого я брал джип там километров 50 где-то была такая отворотка по грунтовкам в сторону аральского моря которая еще как бы не полностью высохла и я как бы взял именно эту машину чтобы попробовать туда доехать вчера я брал подписывал договора и мне чувак который сдавал машину начал там кучу всего рассказывать рассказал что превышение больше 120 километров в час они наказывают то есть не камера они наказывают то есть машине стоит радар контроля позиции где она находится соответственно кроме этого как оказалось не съезжать как бы не делать какой-то оффроуд то есть можно съехать 200-300 метров в туалете где толком ничего не видно какие-то большие марш-броски такого как бы нельзя и соответственно у меня появился ребус я не знаю что как быть дальше плюс как бы вот этой всей затеи сейчас есть минус то что я вам назвал но плюс есть то что я как-то на 80 долларов меньше заплатил чем планировал за эту машину сколько заплатил не скажу почему потому так захотелось мне и на 80 долларов меньше получилась стоимость и соответственно может быть эти 80 долларов можно будет пустить на какую-то аренду какой-то Нивы ближе к Аральскому морю или что-то такое но пока у меня никаких там тонком контактов нет как-то так в общем грустненько я хотел сделать вот Аральское море это такой своего рода хороший приятный интересный бонус так как это место которое возможно через пару лет вообще превратится просто в пустыню пока оно есть пока есть вода и с этой стороны к этой воде как бы можно доехать со стороны Казахстана вроде как если мне не изменяет память там сложненько немножко доехать к Аральскому морю ну как-то так как-то так ладно двигаемся у меня осталось тут 125 километров до Самарканда такая оживленная трасса идет хочется как-то меньше машин на горизонте деревушка вот заманивают не знаю куда кафе наверное да какие-то кафешки заманивают вот потурила колонна машин я думал что белый знак немножко сбавил какая-то гора вроде прямо на горизонте 17 градусов за бортом теплый Узбекистан а местами на северных склонах таких холмиков снег который выпал тут пару дней назад вот так слева горный хребет заснеженный красиво немножко солнышко светит по прямой и как бы контрастность не сильно большая я уже проехал наверное метров 700 решил включить показать как на трассе зазывал и работают а сейчас эти что-то не сильно работают но перед этим руками размахивали чуть ли не по капоту так что-то новенькое продают на дороге а мороженое мороженое я не буду точно у меня после утреннего двойного сока интересно конечно можно было попробовать но не сейчас мороженое не могу опасно Узбекистане умеют Волгу по назначению использовать я даже не знаю что это какой-то мост арочный а может солнечная батарея ну сделали что большую чтобы быстренько ехала машинка так какой-то мы наверное будем горный хребет небольшой пересекать большой горный хребет заснеженный слева без деревьев без жизни такой миленький так новый новая населен какой-то бобур новые видите завлекалы которые заманивают заехать покушать не здесь пассивные такие поменялась местность пропала степь и так стало как-то повеселее уже в принципе первый день хоть у меня и сонный он но Узбекистан как бы относительно нравится такой душевный немножко не сильно комфортно ехать нужно все время смотреть на знаки это как бы немножко бесит но с одной стороны это и правильно знаков мало камер много знаков мало один из каких-то небольших поселков по дороге на Самарканд блин непонятно опять сколько нужно ехать едем сейчас белый знак не белый ну горы конечно слева я кайфую да они относительно безжизненные без деревьев как мы привыкли но необычные цвета я выехал на какой-то микро перевал дальше мы катимся на какой-то относительно большой перевал сейчас наверное температурка немножко упадет вот такой видочек красивый красивенькие овцы на свежем весеннем зеленом лугу немножко подмороженом на рубимся на перевал дорожка такая себе условный перевал тут же небольшие высоты 500-800 метров может даже температура толком не упала как была 18 так и есть и в этой пылючке продают что мед наверное банк больших мед написано что это курт его пьют наверное сейчас станем будет следующие попробуем маленькая странно что это такое красненькая курт километров 30-40 назад была степь а сейчас такие наверное безжизненные горы хотя почему безжизненные там трава на склонах я думаю там овцы пасутся местами легенько прадик идет на вот такие затяжные подъемы как-то даже не чувствуешь речку чистят справа наверное 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 Машинки с сеном стоят. Интересно, это какого года сено? Это же сено, наверное. Да. Не, наверное, прошлогоднее. Я чувствую, что у меня почти весь Узбекистан будет за окна снят. Ну, кроме там достопримечательностей. Как-то едешь, едешь, едешь. Медленно, но едешь. Какой-то один из городков за 73 километра до Самарканда. Ну, мило, как бы неплохо. Я думал, будет хуже. Будет какой-то, как говорят, там совок. Может, немножечко и совок, но... Да неплохо оно выглядит. Ухожено одинаково как-то. Ну, мусора нету, но тут я грешу немножко еще на ветер, что очень большие ветра, может, куда-то его забирают. Но относительно по сравнению с Египтом мусора нет. Очень много кафе, очень много еды. И они как бы не закрыты. У них что-то там есть. И... Ну, неужели у них там столько посетителей? Нужно столько кафе. А людей, как видите, на улицах относительно мало. Ну, да, заточено для проезжающих по дороге. Это, как я понимаю, центральная дорога Узбекистана. Она как бы связывает восточный Ташкент. И, ну, не знаю, где-то в районе Туркменистана она где-то куда-то выходит в Туркменистан. Узбекистан это единственная страна в мире, которую окружают все страны, которые заканчиваются на стан. Киргизстан, Туркменистан, что там еще? Таджикистан, Афганистан. То есть все страны на стан заканчиваются, окружают Узбекистан. Вот так. От последнего включения проехал, ну, километр опять кафе, кафе, кафе. У меня еще утренний плов. Ну, не утренний, в 11 я его покушал. Сейчас где-то 15-30, наверное, он меня еще держит. Да, местами как бы поселочки такие серенькие немножко, это да. Радует шепка солнышка, но через дня три погода должна немного испортиться на дня два. Так, закончился населенный пункт. Ехать будем. Так, новое включение. Километра или два прошло. Только что был регион, где продают сыр соленый. Я так и как-то не смог стать купить его. Теперь регион яблок. Так, красивенные, выставленные ряды с яблоками. Да, тут можно угадывать, что будет дальше вообще. Будет соленый сыр. Куплю, если он долго хранится, привезу в Киев. Слева какие-то юрты стоят. Ну, что-то я пока настоящих юрт не видел. Тоже слово настоящая юрта, это условно. Если они в ней живут или что-то делают. А может и настоящие эти слева были. Я знаю, что в Киргизстане, в Бишкеке, в самом Бишкеке есть юрты. И они как бы в них живут. И снять можно. И это как бы распространенное жилье. В Киргизстане. Здесь не знаю, мало я фотографий видел здесь юрты. Кайфую я от этих сел. Хоть они не цветные, как я люблю. Но неплохо оно выглядит. На фоне гор. В Киргизстане будет, конечно, лучше. Но все равно неплохо. Я еду и не могу понять, что так в глаза бросается. Как-то так. Вроде ничего ж такого нету. А немножечко вылезла травка. Блин, место как раз. Только что была такая красивая травка. Сейчас какой-то мусорник. Немножко вылезла травка. И получается зеленый цвет, которого я как бы не видел. Ну, Египет не считается. Большой промежуток времени он как-то на себя манит. Овцы, которые пасутся, тоже как-то заманивают. Так, что-то новенькое продают. Смотрим. Картошку, наверное. Просто солнце в глаза лепит. Очень сложно рассмотреть. Да, и тут как бы получается, Самарканд это самый теплый регион. Самарканд это самый теплый регион Узбекистана. И тут получается еще теплее. И вот это, вот этих пару градусов дает, что здесь уже трава, травка уже такая более-более-более зелененькая. Овцы повсюду пасутся. 40 километров. Чуть меньше 40 мне ехать до Самарканда. Буду стараться, да, вроде как успеваю доехать до заката. В закатных таких цветах сделать красивое видео для вас. Поставьте лайк. Уже поставьте лайк. Подпишитесь, кто не подписался на канал, чтобы не пропустить новые видео. Только что корова переходила. Дети переводили. Пришлось оттормаживаться. Камера как раз меня снимала. Да, регион картошки. Картошка нам не нужна. Вот дорога с таким покрытием как бы постоянно идет. Такое-то хорошее, а то какая-то жесть. Такая хорошенькая картошечка, конечно, у них. Мечеть. Смотрите, в каком стиле. Въехали мы в поселение Булунгур. Ну просто поселение. Покажу вам вид с окна. Не знаю, мне нравится. Мне нравится. Мне нравится чистенько, как-то ухоженно. Но если бы еще дорожка не была такая какая-то дебильная с этими ямами и непонятными знаками все время. Кучей камер. Ой, уже хочется вылезти с машины, одеться. Взять с собой. У меня есть пару маленьких бутылочек винишка. Пойти погулять, что-то скушать вкусненько. Посмотреть на Самарканд. Подготовиться завтрак дороги в сторону Кизылкум пустыни. Я вот тут ехал и подумал, что, наверное, я поеду в Муйнак. Это поселение, которое как столица Аральского моря в Узбекистане. Но сейчас оно без Аральского моря. До Аральского моря где-то километров 30-40. Оно настолько высохло. В поселении Муйнак осталось несколько кораблей, которые лежат на песку. И я как бы их увижу. Там переночую и попробую найти какую-то Нивку, которая... Ну, или какой-то джипчик, который поедет или со мной, или дадут мне. Именно сделать так, как я планировал по тому же маршруту проехаться на другой даже интереснее машине. Ну, жалко, что не Тойота, но не смертельно. Как бы я понимаю ребят, которые дают эти все машины. Они как бы боятся. Машина вылизанный лак так очень сильно вылизан. Тут как бы джипа очень много особо и не видно. То есть белый Прада такой вылизанный. Понятно, что им жалко, что кто-то там куда-то там повезет. Они там сами, наверное, никогда не были. Вообще не представляют, какая там может быть жесть или не жесть. То есть в принципе... В принципе, ну бывает, что вы сделаете. Если бы я знал, взял бы сразу легковую. А так я подумал, что Прада есть. Там маленький кружочек я дам. Я думал, что в Узбекистане не будет системы слежения за машиной. Ну, в связи с тем, что машина модная. Даже для Узбекистана. Даже и для Украины. Тут стоит система слежения. И как бы куда-то петлянуть. Чтоб они потом мне не отдали залог 400 долларов за машину. Ну, как-то не хочется сделать. Да и не то, что не хочется, это неправильно. Ребята сказали без Уфрода. Ну, будет без Уфрода. 13 километров мне до Самарканда. Идет какая-то бесконечная череда белых знаков. Населенных пунктов. Какие-то сельскохозяйственные магазинчики, микрозаводы. Такое все на кучу магазины. Ну, непонятно, что это. Просто, что скорость у нас 70. И ползем понемногу. Доезжаем. Но солнышко уже низко. Ну, я думаю, успеем как раз с оглядового майданчика сделать закатную фоточку. Площадь Ерегистан. Объект наследия ЮНЕСКО. Центр Самарканда. Площадь Ерегистан. Очень красивая, необычная. Ну, наверное, таких мест я еще не видел. Таких это в такой архитектуре, в такой, не знаю, компоновке, как сказать. В таком стиле, наверное. Итак, стела на въезде Самарканд. Да, да, нет, нет. Да, стела на въезде Самарканд. Это еще не сам Самарканд. Какая-то река. Не написано было. А, было написано на видео, посмотрим чуть раньше. Осталось нам еще 10 километров до площади Ерегистан. Тулем-то тулем, но я не знаю, какая скорость. Тут просто не знаю. Были череда населенных пунктов. Знака конец населенного пункта не было. Знак камера стоит. Сколько ехать, вообще непонятно. Но, скажу вам такую грустную, не совсем веселую штучку. Обратил внимание, как местные бьют ослов. Ну, бьют, погоняют. То есть, они, когда начинают трогаться, просто 3 или 4 удара толстенной палкой, где-то сантиметра 3-4 в диаметре, которая вообще не гнется. И, ну, как бы валят этого осла так, что в закрытой машине ветер. Слышно, как они его бьют. Непонятно, зачем. Неужели он по-другому не едет? Ну, как-то так. Так, на кругу направо.